а мы обратно едем в сторону латгальского предместия по бривбас поедем хорошо значит покажем бривбас сейчас на углу казино игровое здание а там пустырь раньше был военкомат из этого военкомата отправляла в армию и мужа и сына свое время до у сына был последний призыв из латвии советский союз она мы сейчас будем поворачивать направо на улицу бривбас главная магистраль одна из длинных улиц по сравнению московская бывшая московская теперь латгальская латгала съела тоже самые длинные здесь на бривбас с той стороны очень много сталинских домов именно послевоенных с высокими потолками с толстыми стенами вот новая тейка микрорайон за заправкой не видно сейчас дворец культуры в эф здесь дорога на межопарк новый мост на красную двину на красную двину да возьмем Кравис отсюда можно да Элкор тоже выстроили все снесено здесь был вагоностроительный завод а с левой стороны стоит наш знаменитый вэф все что от него осталось это красивое здание это вагоностроительного завода административное здание это вэфовские здания здесь новый отель построили вот такая улица бывшая ленина ныне бривбас а мы сейчас проедем под мостом и выйдем к торговому центру домина а вот завод стоит бывший звездочка с арканой звездой красная звезда здесь сделали мопеды велосипеды тоже все заглохло стоит рушится никому не надо вот мы под вэфовским мостом кстати его строили в начале прошлого века 1901 году а раньше при въезде туда в ригу стояла александровская арка при строительстве этого моста арку убрали и перевезли в петровский парк вот мы повернемся сюда это улышка в целой стороны цеха в эфовске территория была огромнейшая а вот там впереди восточная магистраль мы с вами ездили по ней это мост замкала в ошканский еще раз проедем мимо до мина и это была территория луэфа внизу железная дорога с левой стороны наш латвийский бальзам завод по производству бальзама алкоголя алкоголя да какое красивое здание да по сравнению даже с этой зданием налоговой инспекции просто коробка а здесь а вот смотри ремонтирует купол храма да здесь у нас женский монастырь и храм православный мы будем пересекать улицу перновас или мы по перновас поедем не можем а здесь только прямо ясно значит мы поедем по улице чака бывшая улица суворово теперь она разделена на две части до а вот улицу она морис а после а вот вот сюда до конца здесь конец улицы чака сейчас мы сзади увидим монастырь вот он там за листвой не видно его ну что ж ну что ж единственное сейчас мы увидим здесь когда-то был стадион какой спортивный клуб армии ЦСКА и ЦСКА ЦСКА да и вот потом его преобразовали французы вот такую площадку игровую здесь на все возрасты есть можно арендовать инвентарь кататься тут и на роликах и на скейтах на чем угодно и для малышни там всякие разные развлекалочки я где-то снимала есть такой ролик в плейлистах да такую площадку с этой улицы можно войти можно войти с той улицы там Тербатес по моему да ведь улица да угу там Крещенбарена а Крещенбарена да Тербатес следующая а вот сейчас мы будем пересекать улицу Таллинас да это Таллинас если направо проехать на углу с улицы Бривибас будет Гертруда новая Гертруда храм у нас есть старая Гертруда и новая Гертруда вот какой у нас мурал красивый на стене мы будем поворачивать на Крещенбарена улица направо идет до Вифовского моста а начинается она от Старой Риги ой как по брусчатке не люблю я ездить вот мы и на Крещенбарена да 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 брусчатка вот особенно под рельсами помнит многое здесь когда-то был дворец спорта снесли его эстонцы купили землю хотели что-то строить но вот с 90-х годов ничего не строится да это артиллерия так а впереди а район какой район Гризинкалс начинается там да и вот впереди высится храм Цветова Павла с левой стороны школа здесь с правой стороны сквер сад вернее парк здесь идут парк цветочный парк здесь обычно собираются любители антикваров да и в школе и здесь потому что сейчас в основном по интернету все вот она снова улица Чака и вот ему памятник Чаку Александру Чаку здесь в парке да здесь мы часто бывали раньше там красивый фонтан с кушатами вот это Гризинкалс доходные дома все двухэтажные здесь сдавались квартиры для рабочих здесь много было фабричек разных заводиков мы повернули на улицу красотую красотую здесь на углу по моему памятник да мастеровым каменьщиков и трубочисту вот вот правее в скверике да во дворе вот это улица она там окончается вернее на Таллинас там будет улица Таллинас нет там улица а это Матица Матица да Матица это Матица бывшая революция теперь это Матица потому что она ведет кладбищу Матица а тут она начинается от улицы Брививас там рыночек Матвеевский Матица вот но сейчас будет фабрика это нет на Таллинас она осталась да ну проехали так а здесь у нас Валмирос по-моему да пересекаем улицу Валмирос да тоже рабочая окраина тоже очень много доходных домов на этой улице здание этого где делали автомобили как он назывался Русабалт да где делали самолеты российские первые первые машины российские вот на этой улочке и здесь же был молочный комбинат но его это Авату ну что ж ты говоришь Валмирос ага Русабалт у нас сзади остался да я думаю мы туда поедем нет вот это все такое вот большого издания все это молочный комбинат впереди железнодорожная насыпь железная дорога эта дорога была построена Рига Даугавпилс но тогда не Даугавпилс а как он назывался забыла Динабург Динабург в тысяча восемьсот тысяча восемьсот шестьдесят первом году вот а уже за за железной дорогой уже Москачка ну как он Латгальское предместье помнишь какая шашлычка здесь была о вкус полочки заходили да так вот это железная дорога впереди будет железнодорожный вокзал а то что за насыпем за железной дорогой все у нас Москачка как бы не переименовывали все равно это в народе название останется в любом случае как бы не спрещали так а это у нас лачпляша нет да это тоже под железной дорогой тоннель зерного улица мельничная мельничная да вот впереди уже строят это напротив вокзала строительство вовсю идет там уже офисное здание одно выстроили строится вот чернеет это офисное здание и тут строят еще вот мы будем поворачивать там отель и за отель оу и отсюда видно Петра не зря говорят собор Петра виден отовсюду в Риге вот сейчас мы его приблизим чуть-чуть вот он вдали у нас здесь тоже уже ремонт завершен как в том тоннеле на ладошпле так и здесь там снесли эти такие не стойки как и называются а все что успели сделать а то деньги кончились здесь теперь уже на железную дорогу не осталось вот так вот все строили строили реал балтику куда все деньги делись не хватило попилили да это у нас улочка Тургенева вот она от московской начинается откладгалась теперь и вот до сюда на этой улочке управление железнодорожное на улочке Тургенева было железнодорожное управление латвийской дороги и прибалтийской дороги а с левой стороны имеется здание дом было имение Веры Мухиной семьи Веры Мухиной вот это Пушкина по-моему да Пушкина сейчас все переименованы переименовали переименовали всех переименовали да вот а с правой стороны мемориал память о том как во время оккупации фашисты сожгли синагогу вместе с пастпой загнали людей и вот здесь вот написаны имена погибших надстроили ту стену чуть-чуть чтобы видно было очертание храма очертание синагоги да это конечно зверство нацизм не должен победить мы поедем по Гоголя налево ага теперь и Гоголя переименовали вроде бы вот здесь с левой стороны это все железнодорожные дома вот бывшие здесь сталинские рыночек латгальский рынок вот так называемый блошиный рынок вот мы на Гоголя повернули с левой стороны рынок остается о котором я уже сказала и мы будем пересекать Ладжпляше улица Ладжпляше здесь оканчивается улица Гоголя теперь я даже не знаю как она называется а вперед пойдут Екопил с улицы уголком и направо пойдет Садовниково бывшая Фрунзес реконструкция реконструкция какие-то да да вот направо на мост на островной мост дорога Ладжпляше Ладжпляше Московский мост Московский мост Московский мост он раньше московский был теперь островной вот Екопилс прямо там два парка мы с вами гуляли тихий и мирный Мера он Курсайс и вот этот дом строили сами ребята кооператив да а потом после девяностых оказалось что тут земля хозяйская вроде бы вот эти быстро пристроили новые домики и вот едем по Садовниково Садовников подарил городу вот такой приютный дом когда-то построил для неимущих сейчас здесь больница поликлиника вернее раньше была улица это Фрунзен вот здесь ротационное кольцо слева спускается большая горная мы поедем по улице Лудзес а это бывшая Киевская теперь она Каталю от Московской начинается до железной дороги вот этот район во время войны во время оккупации была территория гетто вот храм матери Терезы здесь живут сестры Терезы матери Терезы вот вот ведь этот район начиная вот по большой горной по московской и там кончая улицей где парк бывшее кладбище еврейское все это было гетто ограждено вот здесь когда-то была еврейская гинекология до войны после войны был армейский как он называется когда лечат госпиталь да вот а после 90-х никому не стал нужен дождь пошел дождик давно не было с утра уже конечно вот этот вот такой район там наш храм Иоанна Предтечи усикновение главы Иоанна Предтечи А мы будем поворачивать на улицу Лексис да вот в этом доме собирались подпольщики во время гетто пытались как-то помогать кому-то сбежать кому-то что-то брусчатка тросок потрахивает ой вот зеленеет впереди это и есть магазин мэры он аналог российского светофора и раньше были тут русские товары белорусские потом все экстренно все выкинули вывезли куда неизвестно дома реставрируют тут старые дома и вот мы едем в этот магазин здесь очень демократичные цены для пенсионеров самое то ну вот мы закупились продуктами и выезжаем поворачиваем на Ломоносова теперь уже бывшая с правой стороны бывшее еврейское кладбище ныне парк проехали с левой стороны здания ГВФ вот это я рассказывала у меня целый ролик о том как здесь был храм это основание храма полкового да и это казармы обо всем этом есть ролик а мы домой спасибо вам дорогие мои за прогулку по Риге за автопрогулку по Риге временами был дождик но это ничего температура повысилась до 17 градусов будем жить всем доброго дня хорошего настроения будьте счастливы берегите себя пока 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 я